Всем привет! Сегодня у нас 5 мая. Город Вэнспилс сегодня наконец потеплело, плюс 14 градусов. Сзади за мной видно сейчас божьи коровки. Из зимнего варианта становится летним. Люди переделывают, там будут цветочки, то есть они будут красненькие в цветочек. Сегодня тоже такое специфическое видео. Немножко под заказ, если так можно выразиться. Ну может быть всем интересно посмотреть. Это будет видео по конкретному адресу. Мы можем райончик посмотреть заодно. Такой райончик симпатичный, но как бы кто-то назвал, наверное, где туристы не ходят. Или больше как спальный район. Району Парвента. В Парвенте есть несколько таких районов, назовем их, да. Но это будет один такой, ну совсем на краю города, да. Еще один из первых, наверное, относительно кого строили, где хрущевские дома. Белого кирпича и там, ну интересно посмотреть будет, но все, может быть, и тоже человек просто попросил конкретный адрес посмотреть, как выглядит. Потому что, ну, когда-то, может быть, ну, в юности или как-то человек жил, а вот нет возможности, да, приехать больше или как-то. Ну, вот так, ну, давайте тогда посмотрим. Это район, где улица Паула Страдене. Вот туда. Так, сейчас мы идем по улице Талсу. Да, улице Талсу. Ну, вот давайте тогда пройдемся. Так, вот туда вперед, вот где эти большие баки. Там уже заканчивается улица Талсу. А мы где-то посерединке нырнем туда внутрь, вот направо, в тот райончик. Да. Кстати, сейчас. Ну, пройдем. Почему я пошел здесь? Потому что здесь, именно здесь, посередине этих домов, я хочу пройти. Потому что здесь есть тоже гостиница. Так никому, так незаметно я особо хочу посмотреть, она работает или нет. По-моему, шуточка сегодня поехала. Да, наконец-то стало тепло. Не верилось. А то уже немножко устали от режущего холода. О, на улице Талсу вот такая детская площадочка. Рыночек, ну, рыночек сейчас пустой. Так, о, красиво камушки выложены, да? Так, ну, давайте пройдем между этими хрущевочками. Так. Аккуратненько, чистенько. Ну, как я уже говорил, это не район, чтобы где туристы ходят. Ну, просто чтобы одним глазком взглянуть, как люди живут. Так, вот и почему я вышел именно сюда. Потому что здесь вот гостиница. И здесь тоже вот какая красивая детская площадка посередине. Но она новая. Вот. Адрес попробуем найти тут. Дзиньтору 30. Вот. Вот я не понимаю, вот этот отельчик. Он здесь стоит, но я никогда тут не видел машин. Они есть или нет? Отель Волна. Ну, как-то тихо там выглядит, да? Странно. Ну, вот так. Тут законсервированное здание. Пристройка. Ну, да, я думаю, это с тех времен остался. Просто он был какое-то время реновирован, но сейчас сейчас нет. Так. Пройдем. О, скверик какой. Да, красивый. Желтые костики. Красиво. Вот так выглядит законсервированное здание. Ну, это такая очень большая глубинка, назовем, да? Но все равно, посмотрите, все чисто, красиво, содержится в порядке. Вот. Так, вы знаете, что нам нужно? Нам нужен адрес Дзирнову 30. Так. Так. Ну, в эту сторону посмотрим. Это тоже тем, кто... Ну, эти адреса ничего не говорят, но, может быть, тем, кто хотят посмотреть, как выглядят очень глубинные дворы. Вот это очень глубинные дворы. Очень-очень-очень. Наверное, самые глубинные. О! Вот и Дзин Оу-30. Что ты, что ж я тут... Ну, вот, видите, тут аккуратно стульчики поставлены. Все, красивенько. Выложено в камушек. Ну, да, наверное, я бы сказал так, что глубиннее, почти самые глубинные дворы, которые есть. Ну, условные. Есть, может быть, еще, но из тех, которые назовем самые глубинные. Потому что, вот, видите, дорожки еще. Они остались, ну, может быть, с тех времен еще. Но они содержатся, ну, в чистоте, порядке. Так, вот. Вот Дзин Оу-30. Здесь. Ну, вот, видите, где, возможно, там ложат красиво плиточку. Вот. Вот этот райончик тут законсервированное здание, мне кажется. Ну, по виду. А может быть, и нет, не знаю. Но и здесь с этой стороны. Кстати, торец утеплен красиво. И балкон он все помененный. Ну, балконы, чтобы, ну, так красиво сделан. Ну, вот. И, видите, стоянка все красиво сделана. Ну, да. Здесь тоже как бы отель. Но не знаю. Он мне выглядит немножко... Немножко не обжитым. Вот этот двор тоже простенько, но красивенько и чисто. О, видите, все выложено, где возможно. Да, мне выглядит это пустым. Просто когда-то, наверное, были... Были тут большие обороты, тут отель, все, это было. Моряки. Сейчас по-другому все. Ну, вот так. Так. Ну, давайте выйдем сюда. О! Оп! О, как красиво дорожки выложены, да? Ну, вот тоже, да. С тех дальних времен много чего осталось, да? Так, вот. Кстати, вот, ну, да, порт. Есть красивый вид. Тоже хочу показать вот этот здесь спортзал. И раньше, наверное, клуб был. Или что-то такое для... Для моряков, и так. Так, ну, давайте еще посмотрим. Так. Ну, вот. Здесь, кстати, неплохой спортзал. Сейчас, я не знаю, там какой-то магазин, по-моему. Там сейчас... Ну, так. Вот туда на порт идет дорога. Ну, не на порт уже, на те припортовые предприятия. А вот этот виадук, который через реку. Да? Велосипедная дорожка. Кустики красиво постриженные. Ну, вот так. Этот район... О, остановочка. Все красиво. Этот район больше, наверное, для тех, интересно, кто когда-то жил здесь, был здесь. Или для тех, кому интересно было бы посмотреть, ну, венспил, самые крайние районы. Ну, чуть ли не прииндустриальный жилой район, условно. Да? И... Ну, все равно... Вот здание, эти дома построили, да? В хрущевские времена, 60-е, 70-е годы. Вся Рига и в многих местах Латвии такие... Ну, вот была эпоха, да, когда строили. Ну, сейчас по-другому. Ну, вот так. Сейчас по-другому. Ну, но содержатся эти здания в порядке. Они кирпичные. Стабильно стоят. Главное содержать чистоту. Вот видите, здесь как травка. Все аккуратно. Ну, и можно хорошо жить, правда? Ну, вот. Я не знаю, кстати, когда эти баки построили. Уже тоже, может быть, много десятилетий. А там, может быть, и нет. Кто знает, можете написать в комментариях. Сейчас пройдем здесь. О, аккуратненько уголочек сделал. Ну, это же здорово. Сразу... Сразу район, как бы, который кажется... Ну, туристу что увидеть, но сразу... Вот приятно даже по таким районам на краю. Даже там приятно пройтись. И остается хорошее впечатление, да? А вот, вот, хопс и скверик. Вот такой. Смотрите. Хопс и выложены в камушек скверик. Ну, это же красиво. Ну, здорово. Да, здесь магазинчик цитру. А там вот вал... Служба государственных доходов. Вот там машина доходов. Ох, как красиво, как дерево положили, да? Ну вот. Вот гостиница с этой стороны. Там тогда была центр 30. Вот красиво. Сделано вот, как детская площадка с этой стороны. Красиво сделано. Вот это тоже, по-моему, как-то законсервированное здание частично. Ну вот. А ну и эти... Вот там этот адрес, центр 30. Ну и эти дома и дворы вот с этой стороны. Да? Ну вот так. Вот улица Паула Страдыни. Да? Здесь эти дома. И хочу просто показать, если человек, людям интересно. Вот утеплили недавно дом. Этот Паула Страдыни 11. Очень аккуратно выглядит сейчас реновированный дом. Вот так выглядит реновация по-латвийски, да? Ну, красиво, согласитесь. Ну вот. И вот туда дальше тогда уходит эта улица Паула Страдыни. Она сейчас ремонтирует туда. И здесь аккуратный, красивый детский садик. Да? А мы сходим вот туда, на детский парк. Вернее, Парвенский межопарк. Лесной парк района Парвенда. Так он называется. Ну вот, Парвенский межопарк. Здесь вход с этой стороны. Немножко. О, все зеленеет. Наконец-то. Полезают листочки. Ну да, здесь вот деткам сделали полазить. Лесной кот. Мы называем. В Риге бы так назывался. О, красиво, аккуратно. О. Ну, тут маленькие. И вообще, как где-то в Испании. Не знаю, так. В курортных зонах. Ну, красиво же сделано, да? И лесной вот тогда вот туда дорожка уходит вокруг и к тому детскому парку подходит. Мы, может быть, обойдем вот с этой стороны этот парк. О, как бомбушки вылезают, красиво. Ну вот. И у межопарка вот с той стороны этот круг и вот с этой. Да, какие дорожки. Не знаю, мне очень нравится. Видите? Такие сосны. Немолодые уже и красивые такие созревшие. Ну, вот. И здесь люди часто вот гуляют вот так по кругу или просто погуляться. Ну, вот как там люди сидят, да? Здесь вот такой вот скверь. Ну, вот осаждения такие красивые. Видите? Ну, здорово. С этой стороны, вот с той стороны идет улица Таласа. Мы идем вот по парку, вот здесь. Здание, часть здания законсервирована. С той стороны несколько блоков зданий. Это поликлиника. Кстати, давайте я покажу вам поликлинику Парвинскую. Вот. Здесь так немножко с краешка зайдем. О, сейчас покажу. Ну, вот да, та часть здания законсервирована. А здесь вот Парвинская поликлиника. Кстати, хорошие врачи. Мы тут тоже ходим. Семейный врач у нас там хорошие. Вот. И там разные другое. Вот там какие-то социальные моменты. Ну, и другие какие-то маленькие магазинчики. Так, с той стороны. А вот. Вот. Район Парвинта. Ну, вот. Футбольное поле. Современное, красивое. Ну, где мы обычно ходим. Да, здесь кто же с медициной что-то связан. Вот. Да. Ну, вот. И здесь тогда тоже какие-то моменты. Вон, даже COVID-19 пункт тестирования. Да. Ну, вот так. И здесь уже улица Таосу. Вот так. Ну, вот так. Тоже такой... Ну, такая простенькая прогулка. Просто по району. Может быть, человек увидит, где он когда-то жил. Остальным интересно просто посмотреть, как выглядит самый-самый край Венспилса. Глубинка Венспилса, да? Вот так. Так что, если понравилось, ну, ставьте лайк. И встретимся тогда в следующем видео. Спасибо.